Привет! Вы вообще могли подумать, что поход в магазин за краской может обернуться полным провалом? Оборудование для смешивания краски чуть-чуть сломалось и покрасило всех вокруг. Вряд ли, собираясь в магазин, девушка ожидала, что ее засосет вантузом, но он на нее коварно напал, пока она прохаживалась между рядов с товарами. Ха! Так и знал, что Человек-паук на кассе в пятерочке подрабатывает. Наконец-то он психанул и выдал себя, связав воришку. Лайк от фактории в такой ситуации гарантирован. Заходишь в магазин, хочешь купить конфет, а они все перемешаны. Некоторых перфекционистов увозили в больницу с инфарктом прямо с места происшествия. Человек-дорожный конус! А что, удобненько. Его еще и передвигать не надо, просто сказал, где стоять и когда нужно перейти в другое место. И что такого? Нормальная чашка? С такой точно не придется два раза на кухню за чаем бегать. Да и вообще, чай можно наливать раз в три дня и пить потихоньку. Да, кстати, вы в описании заглядывали? Там ссылки очень ждут ваших интересных фотографий. Кому хватит наглости согнать котика с весов? Это же самый ценный товар в магазине. Его перемещать нельзя, можно только погладить. Самый лаконичный манекен из всех, что мне доводилось видеть. Ничего лишнего, только голова и пятая дочка. Лишь бы этот ужас не приснился потом. Ну и что такого? Магазины сами виноваты, что устанавливают такие неудобные холодильники. Бедным покупателям приходится в них буквально нырять, чтобы добраться до желанного товара на самом дне. Забегаешь в магазин за кефиром, а там на кассе президент сидит. И лично гражданам шпроты по акции предлагает и интересуется, нужен ли пакет. Человек просто очень любит бекон. Настолько сильно, что готов даже забраться в холодильник. И засыпаться упаковками, лишь бы быть к нему поближе. Похоже, в этом магазине завелся какой-то вантузовый маньяк, который нападает на людей и клеит на них вантузы. Думаю, еще немного и покупатели начнут обходить этот супермаркет стороной. Мандарины с пыльцой фей? Это так теперь плесень называют, да? Тогда у меня на кухне еще батон с пыльцой фей лежит и пряники. И вообще эти феи что-то напылили, а убирать кому? Ну… Операция «Найди вторую пару обуви» – миссия невыполнима. Хотелось бы свалить все на неаккуратных покупателей, но нет, это продавцы так своеобразно разложили товар. Никогда бы не подумал, что кокосы – это яйца молодого слона. Но продают десятками, видимо, и впрямь яйца. Так вот для чего нужны эти ящички у входа. А я-то там всегда рюкзак оставлял. Оказывается, там можно оставлять собаку, чтобы не бродить с ней по всему магазину. Нет, ну нормально. Осторожно, злой продавец. Можно подумать, что покупатели все один добрее другого. Но никто же на себя таблички не вешает. Наверное, последнее место, где ожидаешь встретить Марио – это обувной магазин. Но, похоже, здесь работают очень креативные продавцы, которым было очень скучно. Поэтому все полки с коробками превратились в портрет. Если кто-то считает работу уборщицы неважной и незаметной, просто взгляните на эту фотографию и поймете, во что превратится очень даже милый магазин всего лишь за один день без уборки. Купившему три диска по цене четырех – один диск в подарок. Хм, вот чувствую где-то подвох, но никак не могу понять где. Тушеная говядина – хохотушка? Даже как-то жалко есть такую веселую корову. Все-таки настоящие фотографы – очень странные люди. Вот согласитесь, вы видели, чтобы еще у каких-то профессионалов продавались шлепки с любимым брендом. При краже одного диска и более – перелом в подарок. А вы знаете, хорошая акция. Интересно, а за попытку заляпать диски грязными пальцами есть какие-то скидки? Шесть минут времени, один ребенок и один отдел магазина с одеждой. Это звучит как рецепт небольшой катастрофы, разбираться с которой будут все продавцы в течение суток. Конечно, где же еще проверить, хорошо ли работает баллончик с краской? Только прямо на полу магазина. Наверное, его владелец просто в восторге от необходимости каждый месяц делать ремонт в отделе с красками. В Таиланде запретили пользоваться пластиковыми пакетами в магазинах, поэтому люди стали решать проблему по-разному. Кто-то вот вообще ходит в магазин с этажеркой за спиной. О, еще один отличный вариант на замену скучным сумкам. Почему бы не носить все свои покупки в клетке от канарейки? Вот что заставило какого-то покупателя полностью развернуть одеяло и запихнуть его обратно на полку кое-как. Вряд ли кто-то захочет покупать одеялко, в которое кто-то уже заворачивался. Кем нужно быть, чтобы перепутать ящик с чесноком с урной для мусора? Больше ведь маску было некуда деть, правда? Отдел игрушек – это всегда головная боль всех продавцов. Наверное, нужно иметь стальные нервы, чтобы там работать и продолжать любить детей. Здесь было принято решение. Вот только представьте, человек таскался с этой луковицей по всему магазину. И только дойдя до отдела с фильмами, понял, что нет, эта луковица не достойна его внимания. И останется лежать на полке прямо здесь. В этом магазине очень продвинутая система кота-наблюдения. Коты следят за посетителями и видят, кто покупает кошачий корм, а потом подстерегают этого человека на улице и требуют поделиться. Не отвлекайте, пожалуйста, тут проводится инспекция свежести продуктов новейшим прибором. После работы не забудьте подзарядить прибор при помощи вискоса. Удивительно, если тележки возвращать, они всегда будут здесь. Непонятно, то ли они действительно сделали это открытие, то ли это такая пассивная агрессия в адрес покупателей. Скидка 0%. Вы останетесь довольны. Ну да, останемся, при условии, что цена тоже будет равна нулю. Яблоки не массажировать. Им это не нравится. А вот откуда вы это знаете? Вам это что, яблоки сказали? Ну, знаете ли, если с вами разговаривают яблоки, то это серьезный повод обратиться к врачу. Чтобы немного сбавить уровень стресса, в магазине отдали на растерзание покупателям целый рулон пупырчатой упаковки. Как известно, лучшего антидепрессанта еще не изобрели. Я, конечно, не спорю, может быть, покупать ноутбук по такой цене действительно выгодно, но все-таки хотелось бы узнать, что с ним произошло. Потому что выглядит он так, словно его кто-то пожевал и выплюнул. Ну а что еще остается делать покупателю, уронившему сахар в магазине? Только вежливо извиниться, написав это прямо на сахаре. Вот это я понимаю, настоящий стратегический запас туалетной бумаги. Обычно люди запасают продукты, но у этого парня явно другие приоритеты. Идеальный набор для интересного вечера. Баночка соленых огурцов, литр молока и две упаковки туалетной бумаги. Человек явно знает толк в развлечениях. А почему бы не приехать в магазин на гироскутере? В конце концов, нет ни единого закона, который обязывает ходить между полок с продуктами исключительно пешком. Я правильно понимаю, что в этом магазине свершилось чудо, и человек пошел дальше, даже не заметив, что потерял протез. Всегда подозревал, что супермаркеты исцеляют. А все, касса не работает. Кому вообще интересны ваши продукты, если здесь спит котик? Приходите как-нибудь в другой раз, когда он проснется. Но жарко человеку, войдите в положение. Что поделать, если самым холодным местом в магазине оказался стеллаж с напитками? Первый раз вижу магазин, в котором продается даже сам продавец. Хотя, конечно, запихнуть ее в витрину было не так-то просто. Сметана с котиком? А можно мне сметану без котика? А то я что-то переживаю за его судьбу. Да, покупатели действительно иногда встречаются странные. Но что поделать? Как можно запретить людям ходить по магазину с мусорными ведрами на голове, если им это нравится? Кассир явно в восторге от такого количества бананов. Хотя, возможно, он просто втайне завидует. Думаете, у вас плохой день? Вы только представьте, что вам предстоит убирать с пола целый ящик разбитого в дребезги масла. По сравнению с такой перспективой, любой день начинает казаться не таким уж плохим. Вы тоже замечали, что по крупным магазинам вовсю летают голуби и воробьи? Бедным продавцам приходится мастерить настоящие ловушки, чтобы хоть как-то их поймать. Тсс, тихо! Не шумите. Видите же, человек спит. Культурненько. Возле полочки. Никому не мешает. Это самый грустный плакат, который доводилось видеть в магазине. Даже если мне не нравится банан или яблоко, я не хочу их никуда бросать. Томаты? Вы уверены? А чего они такие длинные, зеленые и в пупырышку? Да, конечно, получить колбасу в подарок к бутылке Кока-Колы – это странно. Но, с другой стороны, это ведь и вправду выгодно. Хм, а это мысль. Зачем покупать щетку для обуви, если можно почистить обувь прямо в магазине? Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!